Всем привет, друзья! С вами Закупыч и мой друг, товарищ Сафронов, друг и блогер, вот, подсадил меня на вселенную Warhammer 40 тысяч, правильно я говорю? Ну, как вы знаете, я же еще тот боевой маг 1999 уровня, так что я эту вселенную знаю наизусть, сейчас вы в этом убедитесь. Вот, так вот, товарищ Сафронов постоянно печатает какие-то модельки по Warhammer, мне вообще нравятся эти роботы, мне, я вообще Fallout больше, я больше по Fallout, и вот Fallout и Warhammer, сейчас меня, наверное, закидают камнями, ну, что-то в этом есть, какая-то вот эта романтика, вот эта похожая. Поэтому, сегодня у меня на обзоре по Нине лицензионный журнал Warhammer, полная коллекция наклеек, все ссылочки будут в описании, в описании можете купить вот такие маленькие боксики. Есть огромный бокс, здесь просто практически весь журнал можно собрать, ну, половину журнала с вот этим боксом вы соберете точно сразу. И сам журнальчик. Это все лицензия, это, то есть, самый дешевый товар лицензионный по Warhammer, который только можно купить. Ваха вообще стоит очень дорого, я, мне все жалко денег купить себе что-нибудь по Вахе такое, знаете, какие-нибудь фигурки раскрасить, потому что эти там 3, 5, 10 тысяч рублей, это, конечно, безумный денег. Хотя в России вообще Warhammer дешевле, чем в других странах мира. Короче, нет времени объяснять, давайте, давайте открываем. Если вы фанат Warhammer, напишите вашу любимую расу, ваших любимых персонажей, вот, за кого, кого будете собирать, погнали. Вообще, вот по Нине они делают наклейки детские и для взрослых. Взрослых я отношу к футбол, хоккей, там, FIFA и так далее. Warhammer я тоже отношу к взрослым. Все-таки маленькие дети Warhammer вряд ли увлекаются, поэтому это все-таки для взрослых. Обратите внимание на стилистику. Здесь это что-то, вот это прям похоже, это, это получается, как его, аватар содрал. Вот эти мехи, как будто в аватаре такие были. О-о-о, это прям какой-то паладин. Ничего, о-о-о, вот это паладин, а то он иначе не паладин. О-о-о, какая красота, ребята. Мне нравится Warhammer чисто эстетически. То есть, задротить вряд ли бы я задротил, знаете, так, чтобы сидеть там часами, играть там, как, не знаю, как магия, меча и магии вот эти все. Но, как выглядит, это пушка-гонка. Как вы знаете, меня зовут Денис Закупач и я снимаю именно товары. То есть, мы сейчас будем с вами оценивать вот эту коллекцию не с точки зрения лора, там, какой, стоит ли, не стоит, типа, Warhammer, там, крут он или не крут. Я оцениваю качество наклеек. Поэтому относитесь к этому видео, просто показал вам, а вы уже решаете покупать или не покупать. Так, вот тут вот такая красота. Вот такая красота. О-о, орки, это уже... Я играл World of Warcraft в свою молодость. Вот, прям докачался до 65 уровня, когда это был максимальным. И потом уже все бросил, когда уже стали там повышать уровни, уже дальше я не играл. О, это есть картинки, получается, которые состоят из нескольких маленьких, то есть, нужно собирать. А есть картинки, видите, маленькие, которых, видите, фигурные, которые надо будет наклеить. Вроде как наклейки отличного качества. Да по Нине у них всегда отличное качество. Это, наверное, лучшие коллекционные журналы, которых я только знаю. Так, это что, это оружие? О, опять фигурная наклеечка. Чертежи танков. Ой, танки, мне частенько по Вархаммеру попадаются видосики в шортс на Ютубе. Я их не проматываю, я всегда смотрю. Мне интересно смотреть, как люди делают там самоделки, там танки с туалетной бумаги. Не у всех же есть деньги покупать фигурки. А многие делают их там из подручных средств. Прикольно послушать про это, про все. О, есть, которые переливаются. Это типа, аля, супер редкие. Посмотрите, как красиво. Очень красиво переливается. Ровны. Здесь опять состоит из-за несколько. Вау. Слушайте, мне кажется, вот слишком ярко. Вот напишите в комментариях, как лучше. Вот так или вот так? Вот так лучше? Давайте вот так пока поснимаем. Давайте пока поснимаем вот так. Так, мне кажется, очень даже неплохо. Вау. Смотрите, это как будто нарисовано от руки, да? Это как будто фан-арты. Это будто бы не покупное, а что-то сделанное любителями. Так, еще у нас опять руны. То есть мы, наверное, будем собирать целое кольцо руническое. Вау, предатор, какой танк, опять же, переливается. Пушка-гонка. Мы, кстати, с товарищем Сафроновым. Я постараюсь обменяться повторками. Я думаю, двоем. Если два человека, там, два друга собирают, то это будет намного легче собрать коллекцию полностью. А также я считаю, что этот журнал отличный подарок именно фанатам Вархаммера. То есть если у вас друг увлекается, это не так дорого. То есть там журнал 250 рублей, наклейки там 300. То есть это не так дорого, знаете, чтобы, ну, другу сделать подарочек. Мне в свое время подарили по наклейке по Нине, по этому... Что там происходит? Симуаки. У меня кот на балконе, поймам уху. Мне в свое время подарили по... Кого же мне подарили, я забыл. На PlayStation я еще играл в игру. Far? Fall? Милан! Вау! Вот это, наверное, светящееся в темноте или переливающее. На PlayStation в какую игру я играл онлайн постоянно? Не помнишь? Fortnite. О, мне подарили по Fortnite, и я прям кайфанул. Я его практически весь собрал. Журнал по Нине. По Fortnite. Ну, потому что надоело играть уже. Я не из тех людей, кто может там вечно играть в одну игру. Мне нравится, поиграл там годик-два. Другая игра. Вау! Вы посмотрите, женские персонажи. Это мега круто. Волча. Это карта, скорее всего, будет какая-то. Опять руны. Это, скорее всего, повторка. Чертежи. Чертежи какого-то механыча. Так, ну ладно. Большую коробку я открою за кадром. Все отсортирую и наклею наклейки в журнал. Потом будет уже обзор на журнал с вклеенными наклейками. Погнали. В 41-м тысячелетии бессмертный бог-император неподвижно сидит на золотом троне и несет бремя вечного существования. Огромные армии сражаются от его имени с многочисленными врагами, отражая вечную угрозу человечеству. Листайте страницы и вспоминайте. Величайших воинов. Ультрамаринов, темных ангелов, космических волков, кровавых ангелов и сестер битвы. Они ежедневно защищают империю от угроз. Также в альбоме есть сведения о некоторых грозных врагах. В зловещей тьме далекого будущего есть только война. Итак, а я полностью рассортировал наклейки, и вы представляете, это впервые в истории? Когда повторок мало. Вот это, смотрите. Вот это, вот эти две стопки, вот эти две стопки, это все разные наклейки. А вот это повторки. Вот, посмотрите. То есть, вот это повторки, а вот это все разные. То есть, это то, что я сейчас в журнал. Вот это я буду вклеить в журнал, вот это повторки. Повторок реально мало. Я процентов на 85 собрал журнал, там прям минимум. Потом посчитаю, сколько мне наклейки не хватило. То есть, вот эти повторки я, наверное, сейчас положу в посылочку, отправлю Сафронову. Хоть мы и живем вроде бы как, ну, не так далеко, но ездить, ездить, к сожалению, не получается часто в гости к друг другу. Вот. Так что, вот это я сейчас буду клеить. Тут есть В-шечки вот такие, видите, В, они идут отдельно. В1 до В22. Это здесь какие-то чертежи или как будто бы это комикс какой-то. Видите, рисунки. Это то, что отрисовано карандашом. И тут тоже есть вот эти блестящие. А все остальные идут, ну, как обычно. Как обычно, вот обычные наклейки. Один, два. Один мне не выпало, мне выпало два, три и так далее. А последняя наклейка у меня 182. Вот. Все, погнал клеить. Помните о его миссии заключить в свои объятия всю галактику. Помните о его жертве восхождения на золотой трон, чтобы спасти нас всех. Помните о его силе, которая привела вас в Орден. Помните его неприкосновенности и решительности, которые не может преодолеть ни один враг. Настоятельница Целестинок Маргрет Йозлин. Орден Серебряного Покрова. Орден Серебряного Покрова. И так, а я все наклеил. Вон мой котик помогал. Мне спасибо тебе большое. Смоша, спасибо тебе, что собрал. Миссия тоже наблюдала, как я собираю. Вот. Давайте я вам теперь сделаю обзорчик на журнал. Журнал, конечно, пушка. Это просто лучший журнал в истории, который я только делал, наклеил, собирал. Так что я нацелен собрать его полностью. Это будет первый в истории журнал, который я соберу полностью. Будем обмениваться со всеми. Короче, погнали. О, кстати, да. Если кто мне будет посылать посылки от подписчиков, вот смотрите, которых мне не хватает. Всего мне не хватает. Вот все номера, которых у меня нет. Всего мне не хватает 23 штуки. И я даже заморочился. Смотрите, что я сделал. Я вспомнил математику в школьный курс математики. И посчитал по пропорции. То есть всего 204 наклейки в коллекции. Это у нас 100% наклеек. 23 наклейки это X. Это тот процент, которого мне не хватает. Делаем пропорцию. 23 умножить на 100 разделить на 204. Получается 11% мне не хватает. То есть я собрал 89% журнала. Представляете? Ну это же мега круто. Итак, погнали. Обзор на Warhammer по нине. Здесь у нас написано сразу же. То, что это оригинал. Видите, все права соблюдены. У нас здесь коллекция наклейок с персонажами. 12 уникальных наклеек золотых. Найди золотые наклейки. Почувствуй вкус славы. Золотые я почти все собрал. Потом 24 голограммы Империума. Могущественные голограммы Империума дополняют вашу коллекцию. Они вот эти, которые переливаются. Еще есть 24 светящиеся черепа. Я с этими наклейками замучился. Я их и на солнышке оставлял. И фонариком светил. И с фонариком, который неоновым светил. На них вот это светодиодным. Они не светятся в темноте. Я так понял, что это просто черепа у них переливаются. И поэтому они написали светящихся. Но они не светятся. Я думал, что они светящиеся, как в Панине холодное сердце. Но нет. Короче, это вводит в заблуждение. Имейте ввиду. Вот написано Собери 204 наклейки. Здесь у нас описание. Смотрите. Обидно то, что на главной странице мне не хватило одной наклейки. Кстати, прикольно здесь сделано. Здесь есть места, где прямо ты видишь контур наклейки за ними. То есть, ты видишь, что здесь человек. Здесь там еще что-то. А здесь сделано, знаете как? Тут какие-то картинки прикольные. А ты сверху них клеишь наклейки совершенно другие. То есть, видите, здесь какой-то контур орла. Тут вообще много такого. Вот видите, тут какой-то контур. Нет, это контур замка точно такой, что и наклейка. Короче, есть тут как здесь. Видите, контур замка и наклейки замок. А есть, когда бывает, знаете, непонятно что. Вот здесь, к примеру. Прикольное оформление, но непонятно, что за ним кроется. А на наклейке видно. Вот это приколюха. Это приколдесс. Я не всегда такое люблю, но в рамках этого журнала это смотрится круто. Итак, полетели. Обзор. Тексты читать не буду. Здесь у нас Империум Человечества. Все про них. Смотрите, я практически всех собрал. Вот 14 номера нет. Далее у нас Ультрамарины. 21 мне номера не хватает. И не хватает шлемов вот этих рангов. Их старшие, как они называются, штурмовики. Кстати, Вархаммер и Дум это не одна вселенная. Они очень похожи на Дум. Серьезно. Прям тема. Но я больше по Квейку, если честно. Я играл с детства в Квейк. Так, прошел Квейк 3 полностью. Квейк 4 у меня комп не тянул уже. А и Сталкер я первый прошел здесь. Наверное, все. На этом мои компьютерные игры, все, мои полномочия. Дреднуты, боевые танки. В общем, тут и про персонажей, и про броню, и про танки, и про оружие. Вот, кстати, вот они, переливашки. Видите? Есть тут такие наклейки, которые редкие, которые переливаются. Черепов пока мы не встретили. Когда будет черепа, я вам покажу. А, вот золотые еще наклейки. Вот это типа редкие золотые. Видите, как они переливаются? Это типа редкие золотые, которые считаются. Крутые. Вот эти наклейки очень крутые. Вот эти самые крутые. Вообще, очень приятно. Видно, что Вархаммер, он не позволил бы сделать какой-то дешман. Здесь прикольно все. Единственное, наклейки, возможно, не сильно плотно клеятся. Но на плакат, который в середине журнала, они очень плотно клеятся. В общем, я бы хотел, чтобы весь журнал был как плакат качества. Но вот это качество, он такой, знаете, это как вот эта переработанная бумага. То есть, это, ну, экология. То есть, вот это все переработанная бумага. На ощупь это ощущается. Вот, кстати, блестящие, блестяшки. И, опять же, золотой. Видите? Вот они, вот она блестящая. Наклейка. Вот она золотая наклейка. Переливается. Мега круто. Орликины, Эльдар. Эльдара, кстати, я всего собрал бога. Я бы его назвал бог войны. Выглядит просто мега круто. Это просто щедеврум. Темные ангелы. Здесь вот я оружия не собрал. Не собрал голову персонажа. Но зато собираю. Я практически везде собрал вот эти, где составные наклейки, где из нескольких стоят. А у меня они все собраны. Так, а где черепа? Мне бы вам показать череп, где? Крыло ворона. Крыло смерти. То есть, это вот эти отряды, спецотряды, которые есть. Здесь черепов я тоже вроде не вижу. А вот черепа. Вот про что я говорил. Вот эти наклейки, типа того, они светятся написано. Ну, вы видите? Вот так, видите, череп видно? Вот так не видно. А вот так черепа видно на нем. Видите? Опа. Опа, вот черепа есть. Ну, такое себе, если честно. Мне больше нравятся вот эти золотые. Вот они круто переливаются, обратите внимание. Космические волки. Я даже так и не смог определиться, кто мне нравится больше. И вот пошли как раз-таки вот эти наклейки, которые W с символом, с пометочкой. Они составляют из себя вот такой плакат. По идее, в этот плакат должны отсоединить и куда-нибудь себе повесить. Вот он, агромедный. Агромедный вот этот плакат еще. Можете его себе повесить. Я его собрал практически весь. Видите? Здесь все основные штурмовики. Вон, он там еще есть. Смотрите, какие красавчики. Выглядит мега круто. А с другой стороны у нас идут чертежи. Редемптор. Боевые кони в броне. Ин Виктор. У меня его нету. Репульсор Палач. Внимание, снаряжение. Это даже... Я даже выговорить такое не могу. Как это вообще можно запомнить? Я не представляю, как нужно фанатеть от игры, чтобы запоминать все эти названия. Боевые машины. Здесь вот они, все боевые машины. Кстати, выглядят очень круто. Посмотрите, они переливаются. Очень много редких. Далее у нас Великие Роты. Каждая Великая Рота отмечена знаком своего Волчьего Лорда. Его оставляют на огромные каменные плиты Большого Кольца. В зале Великого Волка на Фенрисе. Смотрите, я собрал практически весь. Единственное, знатоки Вархаммера, подскажите мне, почему 13-я рота без символа? Она то ли еще не существует, то ли не выпущена. Почему? Здесь и наклейки все равно не клеятся никакая. И здесь пусто. Просто черная пустая руна. Здесь все руны вставлены, видите, у меня. Но кроме 100. Вот 100 мне не хватило. Я практически всех собрал. Только 100 мне не хватило. Далее Великие Войны. Генератор имени. О! Это Создая имена для своих могучих воинов с помощью игрального кубика. Брось один кубик, чтобы узнать имя. Второй поможет узнать прозвище. Давайте я придумаю. Можно мне кубик дать? Один. Давайте мы это сделаем. Я обожаю такие штуки. Обожаю интерактивы в журналах. О! Давайте, пожалуйста. Спасибо. Так, бросаем. Сначала выбираем себе имя. Имя номер 4. Итак, моего воина будут звать Свен и прозвище 5. Пятерочка выскочила. И прозвище Свен Вестник Бури. Напишите в комментариях, кто у вас выпал. У меня Свен Вестник Бури. Все, пойду зарегистрируюсь в Вархаммере под этим ником. Ну, на самом деле, я даже не знаю, где можно зарегистрироваться. Скиньте мне сайт, где можно зарегистрироваться на Вархаммере. Так, Лонг. Вот эти вообще крутые наклейки. Смотрите, они все с черепами. Это, походу, Великие Войны. Они суперредкие, суперкрутые. Далее идут Орки. Орков. Кстати, мне нравятся Орки. Но я, наверное, чаще в РПГ играл чаще за паладинов. Выбирался каких-то таких чуваков. Ну, чуваков незеленых. Орки. Орки крутые. Но мне сейчас вот в взрослом возрасте они нравятся больше, чем когда я был в молодости. Когда я был молод, меня почему-то Орки так не привлекали. А сейчас прям за счет смотрится. Кровавые Ангелы. Но я не из тех, кто за эльфов был. Не-не-не, не путать. Не надо мне тут писать, что ты, наверное, эльфов любил. Так. С кровью Сангвиния. Рота Смерти. Посмотрите. Практически всех собрал. 140 номера мне не хватает. Посмотрите, какие крутые отряды. Агрессор. Заступник, Опустошитель, Терминатор. На, какой отряд тебе нравится больше из этих? Интересно. Вот Милане моей что понравится? Это долго, Милана. Надо быстро. Надо это. Какой? Вот этот? Опустошитель? А Заступник? Ну, это тоже переливается. Все понятно. Нет. Девочкам нравится, тоже переливается. Нет. Почему? Потому что мне нравится его пушка и голова. А, пушка и голова нормально. Так. Не кроны. Здесь какая-то матрица пошла. Это уже магия. Вау. Посмотрите, как вот это смотрится. И они все с черепами. Вот эти. Нормально. Нормально, да. Еще очень прикольно. Здесь четко клеятся наклейки. У меня бывает в журналах, когда разметка какая-то кривая, непонятная. У меня наклейки клеятся криво. Здесь практически в стыки попадают. То есть очень круто. Здесь, кстати, вот у меня головы нет. 153. Кстати, я записал номер 153. Головы Некрониуса не хватает. Ща, ща, ребята. Ща я быстренько проверю. А то вдруг я его не записал. Ну вот, да, не записал. 153. 153. Так, обновленная информация. Оказывается, я пропустил. Вот, 153-го мне тоже не хватает. Династиц. Сестры битвы. Они, кстати, там лекари. Они там могут лечить. Верой, по-моему, они лечат. И при помощи всяких генералов своих там увеличивают вот это лечение. Выглядит круто. Старшие Ордены. Посмотрите. Практически всех собрал. 172 нету. 175. А так, к битве готовы. И последняя картинка. Ребята, я ее собрал. Вы только посмотрите на эту красоту. Посмотрите, как четко я наклеил наклейки. Это шедевр. Это какой-то Ведьмак пошел. Ведьмак не за тетя летный. Вархаммер 40 тысяч. Слушайте, это круто. Так, теперь самая важная информация. Редкость журнала. Насколько он редкий. Альбом для коллекционерной наклейки по Нине. 12+. Кстати, смотрите, имейте в виду. Он 12+. Тираж 32 тысячи. Чуть побольше. Журналы Марио, по-моему, там было меньше тиражи. То есть 32 тысячи вполне себе, мне кажется, для российских фанатов этого хватит с головой. Потому что все равно не все будут покупать. Не всем это надо. Так, ну и все. Все, что вам надо было знать. В Минске тоже печатают. Очень красивый. Реально крутой. Смотрите. Очень круто смотрится. Ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на канал. Если хотите больше выпусков про наклейки по Нине, не забывайте поставить лайк и написать в комментариях, на какой выпуск у меня снять обзор. Обязательно снимем. Пока. Пока.